представьте себе умиротворенные прогулки по аллеям парка наливайте себе чай или кофе и наслаждайтесь виденном есентукский парк гораздо спокойнее нежели чем пятигорский или парк в кисловодске здесь меньше людей и отдыхающие с особым настроением на мой взгляд рыжий кот жмурится от удовольствия отдыхает на лавочке тоже видимо курортник ну и как такое не снять а а а а а а приехав в Ессентуки и будучи на главной площади, вы обязательно обратите внимание на разрушенное здание в центре. Это отель Метрополь. Много лет назад его обещали отреставрировать, вернуть тот же статус знаменитого отеля и также назвать Метрополь, но пока работы не ведутся. А ведь как все красиво начиналось. Еще в начале 20 века гостиница Метрополь была центром курортной жизни. В светлых просторных номерах сплошь аристократы, люди искусства, состоятельная публика. Купцы Зипаловы выкупают участок рядом с парком и уже к сезону 1907 года популярный в то время архитектор Эммануил Хаджаев строит четырехэтажное здание в стиле эклектики. В нем 64 шикарных номера, первоклассный ресторан, буфеты и даже зал для танцев. Ну а вот сейчас от роскоши отеля к руинам. Остается лишь верить, что его светлое будущее будет не менее блестящим чем прошлое. Мы в Ессентукском парке. А вообще сейчас я на улице Интернациональная в Ессентуках иду во вкус Вилл. Хочу купить чай с ромашкой. Он мне очень понравился в прошлый раз. Вот он чай, за которым я шла. Иван-чай с ромашкой, шиповником и мелиссой. Просто потрясающий. Торговый центр в Ессентуках. Универмаг. Прекрасные голубые гортензии у нас по случаю. Приехали наши уважаемые друзья из Подмосковья. Чудесный адвент-календарь. С 1 по 30 декабря можно открывать окошечки и пробовать шоколад. Счастье. Здесь различные вкусы и с карамелью, грецким орехом, с малиной. В общем-то все популярные вкусы этого шоколада представлены. Ну и оформление конечно потрясает. Я честно сказать сама была приятно поражена, когда увидела его в продаже. Решила и вам показать. Идем мы сейчас с вами в санаторий Казахстан. Именно здесь остановились наши гости. Пока иду хочу рассказать, что санаторий Казахстан у нас работает по системе трехразового питания. Заказ по меню. Это санаторий 4 звезды. Моим друзьям и их друзьям, которых они привозят уже неоднократно и советуют. Санаторий очень нравится. У здравницы отличное расположение. То есть рядом остановки можно на маршрутном такси или автобусе добраться в любую точку ячинтуков. И также в пешей доступности курортная зона. Смотри, вот там вот за беседкой это вот такая же юрта. Это бассейн. Самое главное, что понравилось вам, да? Нам очень здесь нравится все. На самом главном, что здесь живая грязь. То есть не лепешки вот эти, а живая грязь. Барсик мои новые тапочки. Барсик. Барсик. Сейчас 9.30, я припарковала свою машину, и мы от ЖД-станции Ессентуки поедем в Кисловодск. Если у вас есть немного времени, загляните в кофейню «Правильный кофе». У них было обновление интерьера. Работают ребята с 8.30. Подходит электричка уже. Основной плюс в том, что из центра города в центр города можно добраться без пробок, точно по времени. Так, чтобы доехать из Ессентуков в Кисловодск, нужно всего 28 минут. Это на обычной электричке, на «Ласточке» в разы быстрее. Субтитры создавал DimaTorzok Недалеко от ЖД вокзала, в тени вековых елей и сосен, вы найдете небольшой, красивый, больше похожий на сказочный пряничный домик, особняк в стиле модерн, 1903 года постройки. Это дача Шаляпина. Величайший артист мирового оперного театра Фёдор Иванович Шаляпин снимал этот дом для своей семьи. Сейчас мы с вами находимся в музыкальной гостиной. Просто посмотрите на этот великолепный потолок. В нем театральные элементы. В этой комнате сохранился паркет, витражи, бронзовые ручки на оконных рамах и двери. Субтитры создавал DimaTorzok Комната для приема пищи, а также спальня. Посмотрите, какой патефон 1906 года. Потолки здесь не менее великолепные. Музыкальная шкатулка начала 20 века. Ну а с веранды открывается чудесный вид на Кисловатск. Посмотрите. Музыкальная шкатулка. Помощенные улочки. Здесь же рядом с музеем дачи Шаляпина находится санаторий Белая дача. У нас здесь отдыхали знакомые, очень понравилось им. Великолепное здание санатория Симаш. Вместимостью до 300 человек. Санаторий сейчас закрыт. Надеюсь, что он будет реконструирован. Пока же находится в небольшом запустении. Если говорить о погоде, то сегодня солнечно, обещают, до плюс 10 градусов. Вот такая небольшая чудесная прогулка по городу мечты многих и многих россиян. Ну а в рубрике «Послесловие» у нас сегодня интерьеры вновь открывшегося после реконструкции ресторана «Артурс». Всем отдыхающим моя рекомендация. И, кстати, это историческое здание ресторана «Кавказ» 1936 года. «Кавказ» 1936 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok